В руках у заведующей детской библиотекой Ольги Южаниной любопытное издание. Называется «Нескучные прогулки по щелковской земле». Это результат совместного труда работников библиотек, который должен поднять у младшего поколения интерес к истории родного края. Сколько я работаю в библиотеке, а это уже более 20 лет, у нас всегда была проблема. У нас не было доступных для детей изданий краеведческих. Хотя действительно информации много, наши краеведы, у нас есть книги, но написаны они довольно сложным для детского восприятия языком. В библиотеке устроили презентацию книжки для юных читателей и коллег, которым предстоит работать с изданием. Виртуально прогулялись по страничкам. А на них история храма Святой Троицы, усадьбы Лазаревых в Афрянове, дома Пельцеров в Литвинове, памятника Пушкину в Щелкове, первого детского лагеря педагога Станислава Шацкого. Все написано интересно и доступно для детей. Информацию из взрослых краеведческих изданий адаптировали для детского понимания. Мы ни в коем случае не претендуем на авторство. Вся эта работа по книгам наших краеведов. Здесь в каждом издании у нас список литературы, которая использована, и к которой можно обращаться, чтобы узнать больше того, что написано в этих книжках. Скажем больше, это уже второй выпуск «Нескучных прогулок». Первый вышел в прошлом году и оказался очень востребован. Но если та книжка была оформлена в фольклорном лубочном стиле, то здесь иллюстраторами выступили ученики художественного отделения детской школы искусств имени Розума, педагога Юлии Новиковой. Оригиналы их работ, кстати, можно увидеть на выставке в детской библиотеке. Для ребят это тоже большое событие. Они видят результат своей работы и могут рассказывать друзьям, что проиллюстрировали книжку. Некоторые ее странички на презентации буквально ожили. С большим интересом и дети, и взрослые слушали подробности о строительстве Троицкого собора и знакомились с произведениями композитора Данилы Кашина. Организуется строительный комитет, который возглавляет фабрикант Синицын. Он выделяет участок земли, на котором будет строиться храм. Ну и в общем-то храм начинает строиться всем миром, потому что и фабричные рабочие пожертвовали деньги, и жители состоятельные тоже жертвовали. Кто-то помог камнем, кто-то чугуном. И было собрано около 35 тысяч рублей. Это по тем временам большие деньги. Что же ты, лучи, дружка, мне ясно говоришь? Детское краеведческое издание «Нескучные прогулки по Щелковской земле» с этого дня можно найти во всех библиотеках городского округа Щелково. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.